И всем привет, ребят, с вами Старбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на поездке дня обзор нового обновленного Харька, с сегодняшнего дня его пробитие стало с овердрайвом вместо 4 секунд целых 20, но расстояние уменьшилось, то есть если раньше у нас было на 360 метров его дальность, то сейчас у нас 60, посмотрим как будет работать новый обновленный Харек, насколько он актуален, насколько он интересен, насколько он имбовый или не имбовый стал. После сегодняшнего обновления, ну и по вооружению возьмем, давайте, легенькую интересную комбиночку с Хоре Жигай и с дроном Лавкач, то есть у нас будет довольно быстрая скоростная торпеда, которую мы попробуем вместе с вами реализовать, если получится, то будет очень круто, если Харек себя не проявит столь жестко и столь актуально и круто, то будет немножечко грустно. По режиму хочу запикаться в штурм за атаку и попробовать реализовать это вооружение именно там, надеюсь, что с первого раза у меня получится, но если вдруг не получится, ну тогда будем перепикивать. Ну а вы не забывайте, конечно же, поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но меня, к сожалению, кидает уже на практически закончивающуюся карту, потому что остается 2 кило противнику. Ну а сейчас пикнем сразу далее и надеюсь, что меня закинет уже в новую катку также за атаку. Ну и также не забывайте, конечно же, про то, что прямо сейчас проходит у нас розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, вся информация по розыгрышу есть в описании. Для этого устанавливайте мой личный тег в настройках игры, в аккаунтике, здесь снизу, тег создателя контента, мой личный тег, тег тимпэ. Так, установили, оформили покупочку, спустились в описание, заполнили форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Но я продолжаю стараться попасть в штурм за атаку. Очень интересный хорек должен быть, давно его не апали, давно он был в своем, ну, наверное, худшем балансе, который мог только быть. И, быть может, с этим обновленным балансом он станет смотреться куда-куда интереснее. Единственное только то, что у нас есть иммунки от пробития, да, и с этими иммунками уже все намного-намного хуже. Ну и криты вроде как работают чуточку дольше, там было у нас до этого вроде 5 секунд, сейчас 7 секунд, то есть чуть дольше есть работа по критам, но все равно это не так много. Ага, так, нас закидывают за атаку, шикарно, на карту Чернобыль. Будем пробовать сейчас все дело реализовать. А джиги 5 резистов, 5 резов от меня, серьезно? Просто 5 резов в катке, а джиги зачем так много резистов берут от этой замечательной пушки? Так, ну и если что, надо будет еще поменять резисты, посмотрим сейчас, о чем здесь противник играет. Отчего нам больше резист здесь нужен? Скорпион, Скорпион и Хоппер с замечательным Гелиусом. Ну, пробовать будем их набривать, ну а дальше будет уже видно, что у нас пойдет. Джига у меня должна была стоять с адреналином, по этим новым иконкам я, если честно, особо сильно не понимаю, адреналин это у меня стоит или нет. Но сейчас в гараж, если что, зайдем, посмотрим, проверим. Ну, вроде как адрик, должен быть адрик, вроде как у меня ничего другого здесь стоять не могло. Так, ну и по резисту мы, если что, да, у меня адреналин. По резисту мы, если что, сейчас разберемся тоже, что нам лучше взять. Я вот просто вижу, что уже второй рикошет против появляется. Есть у нас Тесла, две Теслы даже есть у нас. Ой, как же жестко, жига наваливает, контентику! О, очень неплохо, очень неплохо залетает! Очень хорошо, три Теслы у нас против, три Теслы, три Теслы. Теслы мы точно сейчас возьмем рез, дальше посмотрим, что у нас там, гром и скорпион, да, вроде как. Гром, скорпион, Тесла, гром, скорпион. Вот такой вот резист мы сейчас возьмем и будем стараться... Ух, лаг. Офигеть, я на лаги доставил, шикарно. Так, Тесла, скорпион, гром, берем резист. У меня скорпион и гром уже одеты, мне осталось только взять рез от Теслы. Вот этот вот замечательный мы берем резистик. Так, ну и противник у нас контролирует нашу базу. Я, честно, не знаю, как мы тут будем сейчас что-то пробовать реализовывать. Ой-ой-ой, в 0.5 улетаю. Так, ну моя задача прожималову какую-то овердрайва сделать. Сделать какую-то прожималову и постараться посмотреть, как вообще работает харька овердрайв. Да, насколько он актуален, насколько он будет сейчас эффективен. Единственное, плохо то, что теперь пробитие отключается у нас любой аптечкой. В моменте, конечно, это не есть хорошо. Потому что мою аптеку просто можно взять и отключить. Так, на доставке залетаю. Я хочу уже где-то прожаться. Что овердрайв на харьке копится максимально быстро. Прожималову какую-то сделать. Хотелось бы. Хотелось бы что-то прожать. Чтобы чуточку по-интересному покидать урончик. Так, пробуем. Ну, давайте вот так, наверное, прожимаем. Ага, хорошо. Пошел урончик. Но мне сбили расходку, к сожалению, да. Возьмем, давайте, иммунитет от Эми. На этот случай возьмем иммунитет. Нет, пробитие от как раз-таки Эми. Так, ну и теперь уже наша ситуация должна быть еще интереснее, еще лучше. Пробитие на 20 секунд это хорошо. Да, с точки зрения именно вашего командного взаимодействия на команду. Это очень вкусный бонус, да. Который может подсаппортить в моменте тиммейтом. Ну, либо забайтить как минимум противника на прожатие аптечки. Да, то есть противник уже останется без аптеки. Поэтому 20 секунд это хорошо. Но главное, наверное, в харьке все равно это продолжительность его критов. Да, то есть если продолжительность критов будет большая, то в этом будет много смысла. В этом будет интерес и в этом будет актуальность. Если же у нас не будет долгого крита, то, наверное, это не тот харек, который будет актуален в матчмейкинге. Поэтому сейчас вот задача моя поражать оверку и посмотреть, насколько долго эти криты будут работать. Насколько это эффективно. Хорошо, конечно, что овердрайв копится быстро. Это всегда плюс. Это всегда бомба. Но зачастую сейчас на харьке, конечно, решают как раз таки именно эти криты. А то, что у нас сделали пробитие подольше. Ну, это приятный бонус, наверное, но не более того. То есть просто дополнительно вы можете подольше кошмарить в тиммейтах, вернее противников с дополнительным пробитием. И как бы в теории вы помогаете саппортить и сам этом, пайтите противника на прожатие дополнительных как раз таки аптечек. Так, ну вот у меня овердрайв появляется. Пробуем прожиматься здесь. Ой, я вжимаюсь просто очень плохо. Так, сливаем одного. О, ну и все. В общем быстро сливает. Да, харек, конечно, 2 кхп в нынешней мете это очень сложно. Потому что урона летит очень большое количество от противников на постоянной основе. И это, как говорится, не удивление для меня от слова совсем. Потому что так уж сложилась наша мета нынешняя, что пушек, которые наносят большое количество урона, ну, каждая, наверное. Вторая даже может быть. Не то, что вторая. Практически все пушки наносят очень большое количество урона в секунду. И поэтому легкие танки очень-очень слабо выживают. Особенно если у нас еще тут противники шары всякие пускают, дополнительно урон вкидывают, то жить очень сложно. Поэтому буст хорошо, но реализовать овердрайв харька пока что мне даже в рамках такого боя очень сложно. Реализовать свой корпус за счет скорости мы можем. Это хорошо, это круто. Но вот овердрайв пока что не реализуется так жестко. Поэтому, наверное, вас по бомбочкам даже бы в рамках этой катки пока что выглядело бы интересней. За счет как раз таки того, что я бы мог бы просто в доставку эти бомбочки накидывать. Так, ну и у нас противник начинает более плотно сушить. Нам остается 6 флагов до выигрыша этого боя. Я продолжаю въезжать, продолжаю пытаться доставлять. Так, 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 давай, 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 давай. Ах, чуть-чуть не успел, наш тиммейт доставил. Хорошо, 5 доставок остается. У меня сейчас овердрайв появится. Попробовать, может быть, под эту оверку зайти, доставить. Кстати, можно попробовать через верх спрыгнуть. Я вот раньше вообще не знал, что на этой карте есть вот такая зона с флагом. Да, всегда я думал, что здесь флаги можно взять только, как говорится, пробуем. Только снизу, да. Ой-ой-ой, хорошо, 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 хорошо. Ай, блин, чуть-чуть не получилось. Чуть-чуть не получилось, чуть-чуть. Ну, ладно, меня забрали. Хорошо, пробуем, пробуем, пробуем. Все равно нам надо пытаться доставлять. Нам надо пытаться доставлять. Так. Так, овердрайв поражимаем. Пробуем под этот овердрайв сыграть. Урон хороший, вкусный. Овердрайв еще один забираю с центра. Наш тиммейт ставит, не ставит, ставит, не ставит. Блин, 775. 4 доставки. Надеюсь, что мы выиграем эту катку. Так что все складывается не так жестко. Пробитие хорошо работает. Да, все четко, все красиво. Иммунитетов, конечно, от пробития в матчмейкинге много. Плюс у нас есть, как говорится, мои замечательные криты. Но все равно, все равно, все равно, все равно. Меня сливают. Меня сливают. Просто сливают. И так сложно реализовать легкий корпус, что я даже немножечко в шоке от того, как быстро влетает мне безумно большое количество урона. Да, офигеть. Еще раз просто арест шар вжимает. И я улетаю на респ. Это штурм за атаку, где как раз таки, как по мне, наверное, максимально актуальны легкие корпуса. То есть в таких режимах на легких корпусах можно сделать максимальную прибыль. Еще один шар забайтил противника прожать. 15 киллов у нас отрыв. Надо стараться выиграть этот бой. Надо стараться не проигрывать. Ну и хотя бы до 1000 очков. Если долетим, то будет хорошо. Есть доставкин. Хорошо. Супер. 869 очков у меня в 1000. Мы точно выйдем, если выиграем эту катку. И я сделаю еще хотя бы парочку доставочек. Так, пока у меня нулевой урон. Пробуем въезжать. Но, боже, сколько урона. Сколько урона мне летит от противника. Как же это сложно. Может быть попробовать даже без флага заехать. Попробовать просто покидать урон. Наш тиммейт доставляет. Да, давайте попробуем просто закрепиться хотя бы на базе у противника. И чуть-чуть покидать, подамажить. Может быть зону почистить. Чтобы наши тиммейты могли хоть какой-то дополнительный плацдармик иметь. И возможность доставки. Так, ну и ловкач, конечно, с харьком и с жигой здесь сочетается очень-очень неплохо. Можно было бы, конечно, взять и на такую маленькую карту какого-нибудь подрывничка. Он бы, я думаю, что тоже бы здесь сработал. Блин, ну, родной. Страховочку бы ему сделать какую-то, попробовать, попробовать подстраховать. Но его все равно очень быстро сбривают. Жига по урону наносит очень вкусно. Да, у нас сегодня обновили еще фреза. Посмотрим на обновленного фреза. Смотрим, какой он стал. Сильный или не сильный. Ну и там тоже сделаем свои определенные выводы. Так, ну и я все равно буду пробовать еще доставлять, еще доставлять, еще доставлять. Пока что, конечно, не получается. 957 очков у нас. Ну и надо стараться делать какую-то доставочку. Делать какую-то доставочку. Оп, овердрайв прожималого. И самый лучший, наверное, тайминг. Но пробитие и подава просто по всем противникам, которые там стояли. Это, конечно, очень хороший бонус для как раз-таки наших тиммейтов. Так, я попробую еще чуть покидать. Меня сливают. Наши доставляют. Остается доставочка. 993 очка. Почти 1000 я набрал. Пробуем сделать последнюю доставку. Пробуем влететь, пробуем влететь. Давай, 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 давай. Здесь контактичек. Сюда. И тысячоночку я набрал. 1043 очка, 6600 кристаллов. В целом, что я могу сказать. Харек актуален в таких режимах. За счет того, что это легкий корпус и на нем можно делать доставки. Но что касаемо обновленного Харька. Да, он стал лучше. Да, это бонус. Но все равно на фоне других корпусов он все равно выглядит, ну, так себе. Так себе. Будем откровенны. Ну, средне. Ничего такого сверхъестественного я не вижу. С критами, с продува даже, с нового обновленного особо бонуса большого нету. Потому что у нас броники уже у всех есть. И все они каченные, да. То есть вы с крита там не наносите молниеносно нереально большое количество урона. Да, ну и плюс за счет того, что это легкий танк, его очень быстро сливают. И поэтому реализация Харька стала намного-намного сложнее, чем была, например, в каком-нибудь там 2020-м. Да, когда у нас была Харьковая мета. И все матчмейкинги на постоянной основе играли как раз-таки на Хорнетах. Который мог очень жестко реализовываться за счет долгого крита. Ну, а сейчас даже с... сколько там, наверное, 7 или 8 секунд, да, критического урона. Не то, что даже не хватает. Ты эти 7-8 секунд даже прожить не можешь. Тебя просто сливают, уничтожают. И ты летишь благополучно на респ. Ну и плюс еще, теперь уже есть броненосец, который может тоже цевить от всего этого дела. Пишите, что вы думаете по поводу обновленного Харька. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ваньков. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.